Итак, многострадальный киосит, на котором мы уже попеределали дохуя всего, а сегодня мы займемся соленблоками задней подвески, а именно соленблоками подпружинного рычага. Перед началом демонтажа, естественно, нужно все охуительно вычистить и смазать, потому что правило не подмажешь, не поедешь, просто охуительно работает с закисшими болтами. Чтобы безопасно демонтировать рычаг, болт, естественно, нужно откручивать не со стороны цапфы, а со стороны подрамника. Это делается для того, чтобы минимизировать тот факт, что пружина может отскочить вам по еблу. Итак, болт выкрутили, приопустили рычаг, вытащили пружину, вытащили болт, вытащили рычаг. Работу сегодня выполняет второй специалист, потому что я занят без сомнения серьезными делами. Далее все охуительно вычищаем и устанавливаем рычаг в пресс, где, подобрав необходимые проставки, для начала выпрессовываем старый соленблок, и затем, немного смазывав, запрессовываем новый. В принципе, готово, и можно приступать к обратной сборке. Но вот проблема, оператор и второй специалист решили на меня наехать, так как я не помогаю им в работе. Ну что ж, надо дать отпор этим двум наглецам. Итак, сосредоточившись на задаче, начинаем. В первую очередь, нужен маневр отвлечения. Затем четкий удар в челюсть того, кто побольше. Ударом в живот вывести второго. Затем четким движением соска по часовой стрелке добить первого. Ну и в конце, применяя технику мокрого вилли, добить второго. В итоге, физическое восстановление в районе 60 секунд, моральное восстановление невозможно.